Привет всем хорошим людям и добро пожаловать в хронологии с восстановлением нашей Вольво. Работы продолжаются и их еще все больше и больше и больше. Но мы не унываем, в сложных ситуациях главное не падать духом. В этой серии мы будем перемещаться не только в пространстве, здесь бегать вокруг Вольво, но еще и во времени. Как например сейчас, позади меня уже очень красивая Вольво стоит, да, почти она готова, но работы еще много. И чем дальше мы залазим, работы все больше, больше и больше. А позади Вольво стоит прицеп, с которым я сейчас в начале этого видео познакомлю. А потом мы переместимся в то время, когда мы готовили Вольво и делали наш прицеп. Прицеп мы приобрели благодаря нашему зрителю Руслану, ему огромное-огромное спасибо. Но прежде чем мы приступим к просмотру, я хотел поблагодарить всех вас за поддержку на Boosty, огромная-огромная всем благодарность. И если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылке в описании под этим видео. И выбирайте удобный тип подписки. Сейчас по любому типу подписки вы получаете каждые 2-3 дня оперативную информацию о том, что происходит у нас в гараже. Все, хватит болтать, вам приятного просмотра. Ну а сейчас я вас познакомлю с нашим прицепом. Погнали! Спустя полторы недели после того, как мы приобрели этот прицеп, я снимаю для вас обзор этого прицепа. Чуть-чуть уже Юра здесь его подварил, потому что прицепчик требует определенного ухода. Прицеп требует зачистки, покраски, в общем подготовки к работе. То есть это, ну мы без этой схемы никак, мы не можем купить новый прицеп. Финансовая часть нам этого, к сожалению, не позволяет сделать, поэтому выбираем то, что подходит нам по финансовым, скажем так, ограничениям. Ну, относительно он неплохой. Самое главное, что у него достаточно крепкая еще конструкция, основная рама. Вот, прицеп этот Кроны 2000 года. Ну а состояние вы оцените сами. Да, работы здесь хватает, но для наших задач, для нашего начального, скажем так, старта, это, ну мне кажется, то, что надо. Резина слабенькая, но она не спускает, колеса все целые. У нас еще есть и запаска. Запаска, к сожалению, пробита. Этим мы тоже займемся, потому что здесь торчит болт. Вот, запаску нужно будет обязательно сделать. Оси у нас БПВ. Оси достаточно, насколько я знаю, надежные. Вы наверняка напишите нам в комментариях, насколько они надежные. Ну а вот по, скажем так, нашему опыту, то есть с кем-то советуешься, то вроде как оси хорошие. Немного проведено здесь работ сварочных. То есть некоторые вот эти были оторваны крылышки. Там одного не хватало. Мы все это по чуть-чуть, по чуть-чуть восстанавливаем. Ну и огромный-огромный кусок работы нам нужно сделать по зачистке этой рамы и ее покраске. Фактически наш прицеп это рама под контейнер, которая, можно сказать, стоит очень больших денег почему-то, но выглядит как будто вот какой-то незавершенный прицеп. Все системы тормозов, электрики вроде бы работают. Единственные есть нюансы, это вот фонарики, мы их, естественно, заменим. Я имею в виду по проводке. А так краны, подушки накачиваются. Один подгнивший ресивер его тоже мы заварим. Ну и будем зачищать. Многие из вас напишут, что Дима, возьми пескоструй там. Но, к сожалению, пока что у нас нет такой возможности. Вот, нанимать где-то пескоструй это тоже достаточно дорого. И я уже узнавал, то есть, ну, ближайшее время, когда к нам смогут приехать, это только через две недели. Наверное, за две недели мы его уже тут подзачистим, да, покрасим с большего хотя бы. Контейнеровоз наш может брать 20-футовые и 40-футовые контейнеры, вроде как. Но я в этом пока что еще ничего не понимаю. Резина, как я уже говорил, такая себе, слабенькая, можно сказать. Но на первое время, я думаю, нам подойдет. Стояние рамы в целом, лонжерон основной, он достаточно живой. Ну, имеет коррозию, естественно, такую наружную. Но, я думаю, это не критично для такой толщины металла. Тем более, металла иностранного, я думаю, это нормально. Задняя часть у него тоже достаточно такая страшненькая. Но, в целом, если все зачистить, аккуратненько все покрасить, я думаю, прицеп будет выглядеть отлично. Сейчас мы перемещаемся опять во времени, да. И просто так в один щелчок мы уходим на полторы недели назад, когда мы занимались нашей Вольвой. И проблем с ней все только больше и больше почему-то. Пока Юра там ремонтирует Вольву, я заскочил и взял вот такой комплект смазок для нашей Kia. Kia нас постоянно выручает, и поэтому за ней нужно тоже ухаживать. Компания DeVortex была основана в 2005 году двумя предпринимателями из Турции. Изначально она выходила на рынок как производитель химии для автомобилей. Спустя время появилось производство промышленных и чистящих средств. А в 2015 году компания DeVortex запустила линию по производству продукций для обслуживания морских судов. В Турции компания DeVortex сотрудничает с ведущими производителями легковых автомобилей. Я же планирую подготовить нашу Kia к зимней эксплуатации. Для этого взял специальные смазки для обработки резинок. Это силиконовый спрей от компании DeVortex. Также взял жидкую консистентную смазку с присадкой ER и захватил проникающую смазку с молибденом. Если вас заинтересовала продукция компании DeVortex, ссылку я оставил в описании. Проходите и заказывайте. Устанавливаем уже сидение. Юра прикручивает сидухи. Тоже нервная работа. Все болты не подходят, как всегда. По длине все разное. Ну вот водительское уже осталось только сидение. Я же копошусь там внизу с проводкой, делаю галогенки. Они, к сожалению, китайские. Не вытягиваемые, более качественные польские. Ставим хлам, можно так сказать. Но главная задача этих галогенок, это не там супер качественный свет, а заделать дырки в бампере. Ну что ты, Юра? Иди не мешай работать. Когда мы поедем? Скоро, да. Я сейчас сидение прикручу. Ну салон преобразился. Вот обратите внимание, прям Юре надо лайк, наверное, поставить. Там обшивки вон. Ну и сидухи надо еще бы пройти, блин. Все-таки много где тут нюансов. Может быть, когда все соберешь, еще разок продать. Учитывая, что они были все в мазуте. Да, то это супер результат. Я вообще думаю чехлы на них купить. Так они не пыльные. Просто, когда будем продавать, чтобы сидение оригинальное чистое было. Да, в идеале, типа, да? Ай-яй-яй-яй. Ну, не важно. Продолжаем работать. Вот так выглядят не супер качественные китайские галогенки, но смотрятся они, конечно же, красиво. Здесь изготовили кронштейн. Юра приварил болтик свеженький. Вот, ну там галогеночка уже установлена. Она работает, все четко. Ну и эту сторону сейчас прикручу. Здесь-то снимать особо нечего. Три провода, масса, галогенка и габарит. Они, кстати, со встроенными габаритами вот там. 24 вольт сразу идут, так что удобно достаточно. Вот так она примерно станет. Сейчас прикручу. Синие изоленты не было, так что уж прощайте. Установил галоген и теперь еще красивее стала вольво. Сейчас хотим ее запустить, потому что нужно нам менять будет топливные шланги. Нужно будет менять фильтра. И хотим, прежде чем менять это все, чуть-чуть подзарядить аккумуляторы, потому что пользовались ими. И, соответственно, все это дело могло подсесть. Вообще не факт, что запустится мотор. Ну, надеюсь, все будет в порядке. Тут он не упадет с колодок, домкратов. Ну, не должна бы. В принципе, пробуем запускать. Заряжаемся. В общем, к какому-то из аккумуляторов капут либо обоим. Ну, сейчас зарядим этот, зарядим тот, посмотрим. На самом деле, действительно, месяц стоял. Мы пользовались здесь и фары делали, и всю электрику делали. Постоянно было включено зажигание. То есть, ну, возможно такое подседание. Тем более, что аккумуляторы не супер. Примерно часик постояла вольво. Сейчас Юра попробует. Стой, стой, стой. Стой, блин, странно, что она не завела. Надо еще подкачать. Подкачали чуть-чуть, сейчас попробуем. Все, все. Бесполезно. Зарядная у нас на 12 вольт, поэтому аккумуляторы заряжаем параллельно. Вот так, не знаю, рабочая ли эта схема. Ну, вот такой способ. Напишите, кто аккумуляторщик. Правильно ли так заряжать аккумуляторы. Ну, сейчас попробуем запустить мотор. В общем, заводится только на эфире. В чем беда, сейчас будем разбираться. Попробуем вернуть обратно систему запуска от провода. Запустили мы вольву, но чего нам это стоило, это просто дичь. Три часа. Мы копошились, искали, все. Сейчас расскажу. Мы уже, если честно, отчаялись, думали, что-то мы учудили здесь, что-то произошло, потому что мы долго очень не заводили машину. Она стояла полтора месяца. Мы здесь делали всю проводку, замки зажигания, все-все-все лазили, делали. Все панели разбирались, в том числе и подкапотка тоже разбиралась. Но в итоге оказалась причина вот в этом реле. Четвертое по счету реле. Вот. Оно всегда нагружено, потому что это реле питания блока управления двигателем. Я даже сейчас вот ее щупаю, блин, оно такое прям горяченькое. И вот это четвертое реле, видимо, из-за того, что мы долго копошились с включенным зажиганием, то есть где-то 20 минут, например, оно могло быть включено. И когда мы делали стеклоподъемники, то, скорее всего, реле просто это накрылось. Вот. Ну, благодаря интернету, то есть YouTube, я уже тысячу раз говорил, что вот, ну, это прям вещь, которая должна жить и существовать. Мы нашли, что вот, возможно, в этом реле причина, мы его поменяли, поставили другое и все заработало. Так что вот такие у нас здесь приключения, блин. Просто мы уже думали, все, спалили что-то или еще что-то, но самое главное, что все хорошо. Сейчас нам пришли запчасти, и мы планируем сделать, поменять топливную систему, то есть поменять топливный фильтр, поставить фильтр грубой очистки топлива. Сейчас будем этим заниматься. Поднимем кабину. Здесь я все соберу, потому что мы опять разобрали и замок, и здесь всю проводку разобрали. В общем, сейчас это быстренько все соберу, и будем дальше заниматься обслуживанием Volvo. Тихоньку уже делаю топливную систему, значит, заменил вот этот шланг на заборник. Здесь стоит у нас помпочка подкачивающая. После помпочки идет на отстойник. Отстойник поставили новый, это я его вымазал. Он мазовский. Сам корпус иностранный какой-то, то есть не белорусский, какой-то иностранный. Вот, не знаю, напишите опыт эксплуатации вот этих отстойников, но мне как-то не очень нравится. Плохо через них протягивается все. После отстойника идет уже основная магистраль. Осталось вот обратку переделать, и там, под кабином отсеке, тоже нужно сделать нам, поменять фильтр и посмотреть шланги там, как состояние. Сейчас это тоже будем делать. Юра поднимает кабинку потихоньку. Надеюсь, наш пластик выдержит здесь, ничего не отвалится. Юра, есть здесь следы какие-нибудь не очень приятные? Ага, вот, да, кабина цепляется. Ну, то есть, не зря она побита, машина была, и косяки. Но здесь все четко. Колеса вкинули пока что старое, потому что нам нужно отогнать машину, чтобы готовить прицеп. Здесь все четко. Вот, потому что здесь будут лететь и всякий мусор, и все. Плюс, нам нужно обязательно проехать, чуть-чуть посмотреть, вообще, в целом, испытать все конструкции наши. Фильтр продули. Ну, и сейчас Юра поднимает кабину. Кулиса там выщелкнулась. Да, выщелкнулась. Я не знаю, как она работает, но как-то работает все в автономном режиме. Ну, вот наш D12A. Здесь наши проводов шоке, нет, нормально. Ну, давай, еще чуть-чуть надо ее. Я попал, ты позакрутил. Какие? Не пугай меня. Конечно. Ну, все, прощай, кабина. Все. Идет, идет еще. Ой, как это страшно, бляха, муха, каждый раз. Все. Здесь, как пластик. Ну, здесь все норме. Так, здесь у нас, насколько я знаю, мозги охлаждаются соляркой, и эта система меня пугает, признаюсь вам честно. Не знаю, как вас, но меня пугает. Как может солярка идти через мозги. Наша задача сейчас заменить вот этот фильтр. Мы его тоже приобрели. Тоже какие-то все датчики отсутствуют. Видишь, какой он длинный здесь. А у нас длинный такой? Точно такой. Не переживай. Мы же заказываем у профессиональных. Перекупов. Меняю топливный фильтр. Вот такой у нас новый свержак. Этот почти не закручен был. Родной фильтр. Надеюсь, блин, резинка вроде похож. Да, вроде нормуль. Налил фильтр солярки. Наверное, это более правильно. Весь в соляре. Грязный. Короче, дальнобой тема. В принципе, сейчас можно накачать уже топливо. У меня здесь вот воздух. И попробовать запустить машину. Продолжаем обслуживать Вольво. По-моему, что-то выкрутилось у нас. Не туда, да? Да. Ну, а так. Сейчас будем заводить топливную систему. Я прокачал. Все четко. Здесь новые шланги, хомутики кое-где. Все запаковал. Я думаю, можно будет пробовать запускать ее. Хотим проехать зад-перед. Посмотреть, как тут наши подушки работают. Но воздух не сходит. По-моему, все осталось. Все, уже прошло часа три. Хотя уже мало осталось. Огромный объем работы еще с нашими колесами. Колеса нужно будет тоже делать. Подключили бак тоже на Вебасты. Здесь две Вебасты стоит. Одна вон там. Вторая вот там. Ну, походу, двери не работают. В этом разберемся. Ну, и хотелось бы все-таки помыть коробку. Двигатель страшно мыть. У нас сегодня после утреннего шока от запуска Вольвы нам уже не особо хочется мыть двигатель. Но надо бы было. Ему тогда дышать легче даже. Ну, посмотрим. Опускаем кабину. Сделали габаритик. Вот там установили новый. И антенну закрепили. Сделали там, чтобы она была на связи, как говорится. Ну, и сейчас опускаем кабину. Ответственный момент, как обычно. По мотору нам еще осталось поменять два ремня и масло. Топливный заменен. Воздушный продули. Вапку поменяли. Ну, и по сути, скоро будет обслуженный аппарат. Текаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Будем сейчас заводить, пробовать ехать. Сейчас воздух, возможно, будет. Да. Сейчас пойду подкачаю. Перегнали Вольву немножко туда, потому что хотим тут зачищать прицеп, начинать. Поэтому ее немного перегнали сюда. Но в целом, как бы нормально, забыл что-то камеру взять. И еще есть нюанс один. Сорвался шланг здесь на сиденье. Надо будет делать. Ну, а так, конечно, классно. Тормоза класс, все класс. Ждем резину. Собираемся домой. Еще нужно покрасить диски. Диски. Новые колеса. И Вольво. И мотор. В общем, работы еще много. Продолжаем. Сделали сидуху. Просто фитинг там соскочил. Ничего интересного. Ну и сейчас попробуем запустить мотор, накачать воздух. И, наверное, зацепиться за прицеп, чтобы проверить работоспособность всей этой конструкции. Ну и первый опыт зацепа прицепа. Здесь воздух не ушел с контура. Наш первый зацеп. Хорош, давай блоку. Да. Проверяем блокировку. Не работает. Выключил. Так, по электрике здесь прошли. Тоже работает, в принципе, все. Но у нас на грузовике, на голове не работает задний ход. Здесь габаритики работают. Габарит, габарит. Подсветка номера. Вот это не работает. Только разобрать нужно будет. Каковы все работают. Но все разные, страстные. В общем, все нужно тоже будет переделать. Ну, это уже, наверное, чуть позже. Может, когда покрасим потом. Ну, не знаю. Либо сейчас подогнать нужно это все дело. Потому что вот так выглядит как бы хлам. Ну, вот ресивер здесь, я говорил вам, уже тоже сифонит. Тоже надо найти. Какой? Видите, такие уже тоже на подходе. Я просто немного переживал, будет ли работать вся система именно от нашей фуры, чтобы все тоже срабатывало. Ну, вроде все нормально. Отпусти. Вот это нужно подводить. Давай еще раз. Отпускай. Так все срабатывает. Все нормально. Ребята, ну как у вас тут дела? Не устали? Скоро 5 часов. Домой пора. Предлагаю вам что-нибудь сделать. Ничего страшного. Мы скоро все отремонтируем. Осталось совсем чуть-чуть. Наша серия, друзья, сегодняшняя продолжается с полной жопы. Фактически разобраны почти все оси уже. Все механизмы вот так вот, в таком виде. То есть, проблема в чем, что разбиты вот здесь посадочные подколодки. И вот так выворачивает все колодки. И верхняя, и нижняя. Верхняя не так, нижняя очень сильно. Поэтому будем совершенствовать эту конструкцию. Будем наваривать сюда упоры такие специальные из профиля. Вот такого профиля. Ну и надеемся на удачу. Ну, нужно перебирать. Никуда от этого не денешься. Зато будем знать уже, что все нормально. Работы колоссальные. Объем нужно проделать. Юра пока что нормально. Все не падает духом. Но я немного что-то так присел и так и приуныл. Заряд терпения иссяк. Вот. Ну, ладно. Надеемся на успех. Ну, а с вас, конечно, лайк. Да, Миша? Ну, как состояние прицепа? Нормально? Ну, все. Миша сказал, Миша бывалый. Я думаю, все будет нормально. Он на контейнеровозах уже 20 лет. Юра, не чуди, иначе сейчас он упадет, этот прицеп. Надо его взять и привязать этими стропами, знаешь, за забор и за гараж. Чтобы он уже точно не упал. Ну, разбираем потихоньку. С каждой оси скидываем в одно место. Все ступицы, тормоза. И будем сейчас совершенствовать конструкцию. Инженерная мысль производителей не справилась. Будет справляться инженерная мысль бывалых дальнобойщиков. Берем кувалду и доску. Что такое кувалда? Стоп, машина. Что значит сила кувалда? Здесь, как я уже говорил, будем варивать профиль. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Наклепали одну колодочку здесь. В общем, восстанавливаем все способом пакистанцев. Потому что, ну, влаживать сюда большие деньги у нас нет возможности, к сожалению. И сейчас вот Юра отрезает профиль. Будем обваривать сюда. Хотим хотя бы что-то попытаться собрать. Хотя бы одну какую-то ось. Ну, не ось, а хотя бы один барабан. Но еще нужно будет мыть подшипники, закладывать новую смазку. Поэтому сегодня мы явно не успеем. Но хотя бы уже начинаем собирать. И это хорошо. Также приехали новые колеса нам. Вот там, смотрите, на рулевую ось. Фирма Сайлун. Говорят, очень хорошие колеса. Стоят они на сегодняшний день 2170 белорусских рублей. Вот. То есть удовольствие не дешевое. И на самом деле, ну, дорого. Дорого. Но что поделаешь. Это вариантов нету. Нужно обязательно менять. Ты отпилишь? Точно. Точно нет. Высота этого профиля 123 миллиметра должна быть. Ну, Юра отмерил 122. Где-то. Где-то 120. Как обычно. Как обычно. Зачем ты мучился? Можно было просто топором отрубить и все волшебным. Ну, все. Привариваем. Зачем ты мучился? Нагрели и смогли открутить с помощью милуоки. Вы сами видели, что вот просто обычным усилием никак. А именно вибрации и все пошло. Зачем ты мучился? Готовлю сейчас площадку под наши профиля. Будем на все оси наваривать вот такого же плана профиля, как сделали там. Сейчас покажу. Вот то, о чем я вам говорил. То есть наваренный профиль держит колодку от смещения вправо или влево. Теперь она стоит очень четко. И ход смещения у нее от буквально 5-7 миллиметров. Что, сейчас там разберемся со стремянками, подложим чуть-чуть шайб, подожмем их. В принципе, открутить удалось и займемся дальше. Будем продолжать. Легко, слишком мудрое. У нас же достаточно. Может трубу покороче взять лучше? Может троем давайте тягать эту трубу? Хорош, наверное. Это просто эти гайки. Кряхтят. Мне кажется, нормально. Если что, лучше потом подтянуть. Все, эту сторону мы подготовили к установке барабанов. Проварили все колодки. Также кое-где здесь восстанавливали посадочное вот это. На колодках наваривали и наваривали на валах. На одной колодке там наварили, а в основном нужно наваривать на валах. Это более правильно, потому что выработка вот в этих пальцах, на которые опирается колодка. Но, мне кажется, система достаточно эффективна будет работать. Во всяком случае, искренне на это надеюсь. Продолжаем. Юра копошится с той стороны. Сейчас заварим ту сторону, противоположную. Пассажирскую, можно так сказать. Но ваше мнение по поводу этой системы, конечно же, вы нам напишите в комментариях. Может быть, кто-то из вас даже делал так, и это работает эффективно. Но, мне кажется, почему-то, что будет работать. Это вообще сварщик от бога, где какой-то сказать. Вам там еще один сварщик, наверное, давай. Моя школа. Юмористы. Ну вот, готова и эта сторона. Все колодки вварены. Вот, единственное, по накладкам. Ну, они как бы походят. Вот. И, по сути, неправильно перебивать какую-то из накладок. У нас вот мы одну перебили, и это неправильно. Поэтому, возможно, мы поездим еще на этих накладках. Будем контролировать. Со временем докупим ремкомплекты валов. И их перебьем тоже. Здесь, ну, кусок работы, который на сегодняшний день мы не готовы делать. Вот. Но, который, как бы, потребует все-таки ремонта со временем. Но у нас и так огромный-огромный объем работ здесь. И, ну, мы просто не успеем все сделать. Прям все перебрать в идеал. Поэтому, я думаю, сейчас следующий этап, это мы помоем все подшипники. Заложим новую смазку. И будем все собирать. Я думаю, будет работать. Валы все промазались, за исключением одного. Я не помню, какого. По-моему, да, вот этого. Потому что сбита здесь вот товотница, видите. И я пытался ее. Ее нужно там высверливать. Возможно, я этим займусь, но чуть позже. Ну, а пока что будем мыть подшипники, чтобы все можно было собрать. Так я все время тут один. Где Димон твой помощник? Он только снимает и все. Ну, ты посмотри, блин. Вот, понаделал опять вот косяков, блин. Ты посмотри. О, это ж не швы. Это так вот он наложил. Но как это вот так вот можно? Ну, это такие швы, что ты сразу его звал к себе на работу. Это я так. Похвалить надо было. А так он ушел. Теперь можно и немножко... Вымыл подшипники. Это уже третья стадия. Вот, видишь, качественная работа. Сразу вижу. Вот, видишь, видишь. Вот. Вымыл. 32-31А. Второй без маркировки. Вот это вот качественная. Этот вот хороший подшипник. А этот как-то немножко без маркировки. И немножко он подржавел. А Димон его косяков напал. Ну, это не сварщик это вообще. Я вот не знаю. За такую работу только... Пока меня не было, Юра собрал три ступицы. Пока тебе не было час, Юра собрал три ступицы. Нет, на самом деле меня не было вчера полдня. И сегодня час. Три подшипника перемыты. А на четвертом у нас возникла проблема. И проблема очень серьезная. По поводу того, как мыть подшипники. Схема своя, уникальная. То есть берешь бензин, моешь кисточкой. И все получается супер. А потом второй процесс идет дальше. Да, потом... Потом они отмыкают, что не до мыла. Моем в другой канистре. Солярочке. Да. Потом продуваем воздушным пистолетом. Сжатым воздухом. Да, сжатым воздухом продуваем. Ложим на специальный материал. Сейчас его здесь нету. Вот он. Вот он, в кармане. И высушиваем. А вы так делаете с подшипниками? Пишите в комментариях. Но у нас возникла проблема. Сейчас покажем. Ой-ой. На шальнике. Проблема. На шальнике монопит. Сори. Да вынимай ты его. Все равно все чистит. Просто надо изнутри. Возьми перчатками, и он вынется с обоймой. Вот так. Чтобы обойма не слежала. Вот. Привет. Привет. Всем привет. Опа. Вот так тщательнейшим образом мы готовим подшипники для дальнобоя. Аккуратно все вымываем, чистенько, бензинчиком, солярочкой. Все по красоте. Подшипник смазываем литолом. Хорошим смазочным материалом. Идеально подходящим для подшипников. Литол, правда, газпромовский. Но пока более лучшие смазки мы позволить себе не можем. Юра сказал, экономим. Так что будем ставить на то, что имеется. Так выглядит красиво. Опа. Отлично. Ну, смазки уже не жалеем. Как для себя. Все. Теперь сальник и устанавливаем на очку. Ответственный момент. Установка барабана. Мальцы, берегите пальцы. Установка барабана на пальцы. А, вдвоем нормально, правда? Да, спина хоть не болит. Да ни одному. Давай подшипник сразу, он задавит эту. А ты его помаду? Или там добавить надо. Надо добавить. Это же не шпатлевка. Такое чувство, что у нас перебор все-таки литого. Вот эта гайка с трещоткой. То есть ты ее можешь зажать с определенным усилием. Фишка от БПВ. Первый раз такое вижу. Но целесообразность ее не знаю. Как-то хочется все-таки вручную нормально зажать. Вот так она щелкает. Это означает все. Финиш. Здесь конструкция позволяет снимать барабан целиком с гайкой сразу. И тем самым выдавливая подшипник. То есть подходишь огромным гайковертом. И оно все вместе с барабаном сходит. Но это не точно. Нет, я почему-то так представляю на станции делают. Одним словом, вот таким простым способом. И тем более, когда вдвоем, достаточно легко все это устанавливается. Потихоньку, помаленьку все помыл. Аккуратненько перемыл. Вот второй день мы уже возимся. Третий день. Третий. Но ничего страшного. Потихоньку, помаленьку все сделаем. Собираем переднюю ось. И на ней нужно поменять две накладки. Сейчас поставим новенькие и будем устанавливать. Все вот так наклепали колодочку. Смотрите. Есть заклепки сплошная, а эта с дыркой. Сейчас купили, они уже с дырками. Мне кажется, это такая уже себе не очень надежная конструкция. Хотелось бы без дырочек, но вариантов нет. Сейчас устанавливаем вот ту ось. А на эту ось будем ждать подшипники. Собрали две ступицы. Третью пока что ждем запчасти. Запчасти приедут через три дня только. Поэтому пока что занимаемся дальнейшими проблемами. Еще одна проблема, это дырка в этом ресивере. Ресивер подуставший немного, но мы сейчас его оживим. Надеюсь, фитинги не откручиваются, здесь воюем в общем с ними. Все приходится греть, поэтому определенные сложности. Ты только берегулся. Там же был такой хороший рожковый где-то под тобой. Все, пошел, прикинь. И тот какой-то поднимешь. Все. Не-не-не, не ломай. Можно снимать ресивер, да? Да, лови его. Откручивай. Все, можешь опускать. Отпускаешь. Ленты желают лучшего. Нет, ленты вроде бы нормально все в состоянии. Все нормуль. Работаем. Вот отверстие. Ну, здесь как бы чуть подтерлось, я так смотрю. Будем надеяться, что все-таки он относительно живой. Сейчас заварим это отверстие. Должно быть все четко. Все заварили, подкрасили. Сейчас будем устанавливать. Ресивер закинули. Все четко. Фитинги все закрутились. И сейчас будем мыть наш прицеп. Запчастей все равно нету. Будем готовиться к покраске. Пена АВС. Вы постоянно у меня спрашиваете, что я использую. Ну, вот такую используем. Именно Heavy Truck. Так, якобы пена вообще хорошая. Но на самом деле я не вижу разницы. Все они относительно хорошие пены. И, ну, плохой по сути не встречал пока что, чтобы она там не пенилась. Но по эффективности тоже очень сложно определить. Но вот использую АВС-ку. Вполне нормальная пена. Моем прицеп. Начался процесс подготовки к покраске. KERHER K7. И отбивает очень хорошо на самом-то деле. Но здесь не очень. А вот там вообще хорошо отбивает. То есть поверхность становится более ровной. Вот так он это все дело исправляет. То есть вот сначала так вот это выглядит. Сдыбившая. А потом вот так. Вот здесь у нас три слоя краски. Раз, два, три. Ну, нормально. Не так и много. Огромная работа будет проведена по его отмыванию. Так что работаем. Ну и надеюсь прицепчик будет выглядеть красиво. После мойки потом его еще что-нибудь отобработаем, подзачистим. Я думаю, будет все нормуль. Прошло еще два дня, друзья. И мы очень сильно продвинулись по подготовке прицепа к покраске. Зачистили по возможности, где можно подлезть. Очень долго вымывал Юра керхером. Здесь выбивал все. И вы знаете, после керхера я на удивление был шокирован. То есть он настолько хорошо отбивает вот шелуху, которая на раме. Но именно фрезой и вот K7. Он очень мощный, как выяснилось. И прям мощнее, чем наша бошевская мойка. И он бомбит очень-очень даже отлично. Мы уже начали покраску вот там. После того, как мы его прошли керхером, он высох. После этого мы чуть-чуть кое-где зачистили болгаркой. И весь прицеп прошли вюртом. Молочком вюртовским преобразователем ржавчины. И вот так выглядит он после того, как прошли его преобразователем. Там мы уже пробуем, начинаем красить. Но вот такая поверхность у нас перед покраской. Вот она именно в таком виде. Прицеп мы расцепили, потому что боялись замазать синей краской нашу Вольву. Вот она стоит пока что там. Но мы сегодня ее выгоним оттуда. Потому что там такой перекос очень сильный. Она стоит некрасиво. Проехал я чуть-чуть на ней здесь по территории. Но ощущается, что машина очень приятная в управлении. Ну, конечно же, никогда не сравнится с советским грузовиком. То есть все приятно, информативно, комфортно. Ну, это совсем другой уровень. Совсем. Ну, вот такая вот тема. На сегодня это все. В следующих сериях мы, естественно, продолжим заниматься прицепом. Вольвой в том числе. Мы еще не обслужили в ней мотор, коробку, не проверили масла. То есть это тоже нам еще предстоит. Поэтому огромная вам благодарность за то, что поддерживаете нас. Огромная благодарность, что поддерживаете наших спонсоров. Проходите по ссылкам. Ну, а вам я, как всегда, желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока!